5 примет. Почему нельзя дарить полотенце? Выбор подарка – дело непростое, поэтому многие считают, что беспроигрышный презент – это тот, который может пригодиться в хозяйстве, например, полотенце. Так можно или нельзя дарить полотенце? Люди издавна пристально относились к подаркам, ведь определенная вещь может нести как позитивную, но лучше приносить дар – те вещи, которые положительно повлияют на получителя и не повредят энергетику дарящего. Когда можно дарить полотенце? Полотенце в подарок можно преподносить только при определенных условиях. Эзотерики утверждают, что оно может привлечь благополучие и успех, если на нем вышат соответствующие символы. Полотенце – хороший подарок на свадьбу или годовщину, который может стать семейным оберегом, если на ней есть ручная вышивка от того, кто ее преподнес. Дарителем свадебных рушников может быть только очень близкий молодоженам человек. Когда и почему нельзя дарить полотенце? Существует немало примет, согласно которым полотенце дарить не стоит. Подарочное полотенце, особенно белого цвета, сулит болезни, неудачи и конфликты. Так эта примета связана с тем, что рушники ассоциируются с похоронным ритуалом. Если близкий человек дарит полотенце, то это к долгой разлуке. Так в давние времена женщины собирали еду и вещи мужьям в далекую дорогу, заматывая их в полотенце. Отсюда и пошла эта примета. Нельзя дарить ребенку детские полотенца без согласия родителей, чтобы не навлечь на него беду и проблемы со здоровьем. Если получателю подаренные полотенца не понравятся, это сулит различные проблемы. Если банные полотенца не пришлось по душе, то это к болезням их получателя, а для рук или лица – к семейным разногласиям. Не дарите кухонные полотенца, если не хотеть, чтобы семья их получителя жила в нужде. Таким образом, решение подарить полотенце чаще всего не самое удачное. Лучше выбрать презенты, которые принесут удачу и счастье их получателю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова